Привет, вы у вас, Александра. Я думаю, что ответ на ваш вопрос может быть достаточно важным, потому что речь идёт о вашем психологическом, скажем так, здоровье. Вот, речь идёт о том, что вы хотите, речь идёт о том, что вы устаете, и речь идёт о том, что вы, наверное, если я правильно вас понял, вы несколько растворяетесь в занятиях своих детей. Мне так опять показал хозяев того, что вы написали. И, соответственно, в этом не может быть чего-то однозначно хорошего для ваших коллег. Смотрите, безусловно, необходим баланс, безусловно, необходим баланс между занятостью, отдыхом, нагрузенностью и разгрузенностью, потому что всё, школа будет, и там тоже нагрузка будет достаточно большая. Я думаю, что очень важно приучать детей к ответственности, личной ответственности за себя, за свои действия. Вот, за то, что они сами хотят, за то, что им самим нужно. Вот такие моменты, они достаточно важны, на мой взгляд, потому что если человек, в данном случае, ребёнок не привыкает к ответственности, что, допустим, ему где-то что-то говорят нет, или где-то ему необходимо сделать выбор, потому что и то, и то слишком тяжело либо для него, либо для его родителей, то, в общем-то, это принесёт достаточно много негатива в будущем, к сожалению. Вот, поэтому здесь я бы, наверное, как-то бы поднял вопрос о том, насколько вы хорошо можете, умеете говорить нет своим детям. Потому что, если не умеете говорить нет, если не умеете говорить нет, если вы не говорите нет, то, в общем-то, это серьёзная достаточно проблема, там серьёзная достаточно трудности, вот, и, ну как бы, это говорит о проблемах личных границ у вас, в первую очередь, это может быть психологической проблемой, вот, той самой психологической, той самой психологической проблемой, отсутствия которой, которую вы обозначили в своём, ну, в своём тексте. Вот, и, собственно, такая вот история. То есть, если вы не заботитесь за себе, если вы не прислушиваетесь к себе, если вы, грубо говоря, действуете на износ, вот, то, соответственно, дети будут действовать так, либо они будут использовать вас, да, то есть, вам необходимо донести до детей, что вы устаетесь, что вам нужно какое-то свободное время, вот, и, соответственно, ну, что, если они хотят именно выбирать там что-то, чего-то отказаться, прочее, 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 прочее. Здесь они, естественно, хотят слышать всё сразу, естественно, набирают всего-всего-всего, вот, и, ну, как бы, это нормально, да, то есть, ну, мы всё были детьми, я, например, брехоприятно помнил себя в детстве, как мне хотелось всего-всего-всего-всего-всего-всего, вот, и совершенно не воспринимал я, вот, как реальность, да, то, что, что-то, ну, что-то тяжело, может быть, что-то, там, невозможно, что-то, там, ещё как-то вот, да, то есть, вот это абсолютно мною, ну, вообще, мною, мною это вообще не воспринимают, вот, и это нормально, то есть, я не могу сказать, что дети должны по-другому как-то вот себя вести, да, то есть, я не могу сказать, что дети прямо должны, вот они должны узнать это всё, они должны знать свою норму, там, своё место, нет, нет, но, на мой взгляд, детей нужно учить этому, и в первую очередь учиться, с собственным примером, что, извините, я, там, допустим, не могу, я устал, я устал, у меня свои дела, и прочее, 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 вот, просто если дети видят, что вы делаете для них всё, вот, и ни в чём им не отказываются, то это, на мой взгляд, это очень серьёзная проблема, вот, очень серьёзная трудность, которая, в общем-то, ну, вам, она может обернуться на мой взгляд, вам она может обернуться Богом, вот, и всё, вот, мне видится такой проблемой, мне видится такой ситуацией, я её вижу вот так, и, соответственно, ну, так, я думаю, вам может нервить. По поводу того, сколько, и, ну, понимаете, вот, опять же, да, если дети хотят, да, ну, заниматься чем-то, да, то, ну, почему бы нет, если они хотят, вот, если они хотят ребёнок, ну, почему бы нет, если есть желание, да, почему нет, но всё им нужно просто в меру, вот, мы нужны в меру, и мера, она определяется, опять же, естественно, то есть, когда нет пересиливания себя, поскольку здесь-то есть, так, в res, а, вот, поскольку имя нет в решении, в результат, а, здесь, тут, ну, ну, а, вы, ими, ими, ренимаете, ну, здесь, ну, иди-те мне ренимаете, я, ими, ими, serio, Вот, что, ну, соответственно, вполне нормально и естественно, что им нужно ориентироваться на вас, скажем так. Вот, если, ну, если дети на вас не ориентируются, да, если дети с вами, ну, не считаются, то это, на мой взгляд, большая проблема, да, большая трудность, вот. Потому что, ну, просто в таком случае дети не приучатся говорить, говорить, нет, не говорят, нет, практически, не говорить, нет. Дети не научатся слышать, не научатся воспринимать, воспринимать, нет. И это, пожалуй, самое здесь неприятное в этой ситуации. Поэтому я думаю, как-то так можно ответить на вопрос. Я встречал в своей практике такую проблему, проблему детского сада, проблему наполненности. Вот этого времени, детского, образно говоря, времени. И есть, конечно, опасности, определенные опасности, когда все время занимается какими-то вещами, какими-то действиями, какими-то занятиями, кружками и прочее. То есть это проблема действительно есть и проблема действительно существует. На мой взгляд, важно ее не преувеличивать и не наоборот обоценивать. Мне кажется, что нужно здесь происходить крайне деликатно учитывать интересы всех. И, соответственно, если интересы всех людей, вот всех в данном случае, удовлетворить поучается, да, это, в принципе, вполне возможно. Вот, если это получается делать то, ну, кружки, кружки, они идут только на путь, на путь. И, напротив, если чьи-то интересы не учитываются, то в таком случае кружки идут только во вред, во вред, потому что они подчиняют, что ли, людей себе. Вот. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...